Так, сейчас нормально переключили, это я вами управляю. Здравствуйте, это не классное чтение. Это не гипноз, если что. Это не гипноз, это просто такая тема музыкальная, ну в смысле о дирижерах мы сегодня поговорим и что-то мне подсказывает, что будет интересно. Обязательно, потому что к нам пришел Евгений Григорович, музыкант, действительно о профессии муэстро, о дирижере будет сегодня речь. Абсолютно верно. О чем конкретно? Добрый день или доброе утро, если быть точнее, у кого-то утро, у кого-то день. Ну, на самом деле, Марина, не могу сказать, что вы прям очень большую ошибку допустили, когда обозвали дирижера режиссером. Действительно, современная профессия дирижер включает в себя абсолютно все. Он должен быть и режиссером, и музыкальным продюсером, и, конечно, в первую очередь руководителем, и хорошим таким вот лицом оркестра. То есть дирижер это, в принципе, визитная карточка оркестра, поэтому он должен выполнять, уметь выполнять сегодня абсолютно все функции. Но прежде чем мы поговорим о современном дирижировании, о ныне здравствующих маэстро, я бы хотел все-таки обратиться к самому, к самой профессии дирижер, к его задачам, к функциям, предназначениям. И первый вопрос по традиции сразу же к вам. Как вы считаете, зачем нужен дирижер, и вообще зачем нужна эта профессия? Чтобы управлять оркестром, подсказывать, где, когда нужно вступить, усилиться и так далее. Просто вот такой менеджер оркестра, можно так сказать? Наверное, просто когда много музыкантов играет одновременно, они сильно слышны. Абсолютно верно. То есть дирижер возникает в нем потребность тогда, когда на сцене или на репетиции, да, или в любом музыкальном акте, в любом музыкальном мероприятии принимают участие более двух музыкантов, да, которыми нужно управлять. И непосредственно дирижер как раз с французского языка переводится как руководитель. Поэтому, да, вы абсолютно верны, когда на сцене большое количество музыкантов, им нужен помощник, человек, который будет их синхронизировать по времени, по громкости звучания, добавлять выразительность в исполнение, да, и создавать характер музыки. То есть вот это основное предназначение дирижера. Ну, такая профессия существовала еще в Древнем Египте. Прошу обратить ваше внимание сейчас на экран. Об этом свидетельствуют как раз барельефы, которыми украшались различные архитектурные сооружения того времени. Дирижер изображался как человек с жезлом в руке, стоящий перед группой музыкантов. Но и древнегреческая культура тоже не обошла стороной данный вид человеческой деятельности. Прошу сейчас тоже посмотреть на экран. Здесь существовал корифей, который отбивал ногой такт, отбивал ногой ритм, метр, темп, чтобы музыкантам, ну и в частности хору, да, вокалистам было удобнее попадать в необходимые музыкальные параметры. Ну, на самом деле, позже отбивать такт стали с помощью батута. Это такая специальная палка. Батута, кстати, из итальянского переводится как раз, как размер. И даже когда вот в нотах музыканты пишут сенсы батут, это значит, что размера нет. Ну, вот так вот. И батута, это была такая прям тяжелая железная палка. И один из композиторов, Жан Батист Люли, во время дирижирования даже наконечником нанес себе смертельную рану, которая впоследствии стала смертельной. Да, это была, как оказалось, да, была довольно опасная профессия. Но дело в том, что на тот момент еще профессии дирижер как таковой не было. То есть в XVII веке существовали уже менее шумные способы, менее опасные способы дирижирования. В ансамбле исполнение мог руководить один из участников. То есть это мог быть, ну, например, скрипач или велончелист. Вот надо сказать, что в XVII веке уже в музыке появилась такая система генерал-баса. Ну, это такая особенная система нотации, да, система музицирования, когда вершила музыка, собственно, вершила музыка как раз линия баса. И все музыкальное полотно, вся музыкальная нить складывалась как раз опираясь вот на эту систему баса. Ну и, конечно, дирижировал как раз тот музыкант, который эту линию баса исполнял. То есть это мог быть музыкант на клавесине или на органе. Он как раз цепочкой аккордов определял темп, определял характер музыки, и, собственно, музыканты играли по нему. Ну, в XVIII веке уже распространялась практика так называемого двойного и тройного дирижирования. То есть когда были очень сложные какие-то музыкальные произведения с большим количеством музыкантов, например, это был и оркестр, и хор, и солист, и еще какая-то, может быть, не знаю, группа особенных инструментов, ударных, например, то эти функции разделялись, и можно было даже повстречать несколько дирижеров на сцене. Вот. А, знаете, я на самом деле, прежде чем готовиться к этой лекции, а я немножко готовился к этой лекции, я в своих соцсетях сделал опрос среди своей аудитории. Вот я буду говорить о профессии дирижер, чтобы вам было интересно. И вот один из вопросов, я сегодня на самом деле постараюсь на эти вопросы ответить, это самый актуальный вопрос, который интересует наших зрителей, я надеюсь, как раз о профессии дирижера. Вот один из вопросов был, должен ли быть дирижер композитором? Как вы считаете? И должен ли быть композитор дирижером? Думаю, нет. Мне кажется тоже, что нет. Не обязательно. Человек со слухом музыкальным абсолютно, да, а композитором не обязательно. Но чувствовать характер музыки, да, если вот, где говорить, то тут загорайте поярче, да, по насыщеннее, ну, вряд ли для этого надо быть композитором. На самом деле, на самом деле я могу сказать, что практически до второй половины 19 века как раз исполнялась оркестровая музыка самими авторами, то есть как раз композиторами. Но на сегодня, на сегодня эта практика все-таки осталась, да, что большинство композиторов своими сочинениями могут продирижировать, но не все дирижеры, далеко не все дирижеры композиторы. Вот подробнее об этом мы как раз поговорим после рекламы и посмотрим, что же произошло в процессе исторического формирования дирижирования. Абсолютно с вами согласен. А я тебе говорю, может дирижер быть композитором, Марин. А в смысле, может не быть не композитором. Ты по-другому говорил. А, путаешься в показаниях. Переобуваюсь. Евгений, надо рассудить. Давайте разберемся. Вот как раз композитор по праву дирижировать своими произведениями. Да и что тут скрывать? Большинство композиторов предпочитают сами дирижировать своей музыкой. И это абсолютно правильно. Так лучше передается характер звучания, так лучше передается настроение музыки. И для слушателей это всегда очень большая находка и очень большое событие, когда действительно композитор у пульта. Музыка воспринимается намного доходчивее, и она обретает своего слушателя. Но практика как раз исполнения собственных сочинений существовала до середины 18 века. А вот во второй половине 18 века композиторы стали браться за исполнение чужой музыки. Как вы думаете, а где это произошло и в связи с чем это было необходимо? Ну, чтобы какая-то популяризация, наверное, музыки. Абсолютно верно. Популяризация музыки — это театр, да? Это театр. То есть вот в театре во второй половине 18 века композиторы стали исполнять, ну, так называемые чужие сочинения. И, собственно, вот можно даже, наверное, вот в второй половине 18 века когда отделить, когда профессия дирижера начала формироваться самостоятельно. Но тут еще нужно обратить внимание на тот момент, что далеко не все исполнения проходили вот в таком привычном для нас с вами виде. Дирижеры не стояли лицом к оркестру. Они стояли либо наполовину, вот в полоборота, да, что было видно, ну, как бы в полоборота к зрителям, к публике, в полоборота к оркестру. Потому что считать спиной к публике — это стоялось просто, ну, вот неуважение, как бы, к публике. Да, абсолютно верно. То есть дирижер... Ну, были другие манеры дирижирования, другие методы дирижирования. Дирижер мог и топать ногой, дирижер мог, как я уже сказал, просто отбивать метр рукой. Холстом ударить. Абсолютно верно, Артем. Мы это попробуем позже. Ура! Ура! Я подумал, где же это мой любимый? Ну, по праву сказать, кто первый повернулся к оркестру лицом, наверное, сложно. Но, скорее всего, это были либо Гектор Берлес, либо Рихард Вагнер во время исполнения как раз своих сочинений. Вот приходит на ум мне поговорка, что оптимист думает, что дирижер повернулся к оркестру лицом, а пессимист — то, что к залу спиной. Пожалуйста. Может быть. Почему бы и нет? Ну, на самом деле, один из первых дирижеров, который действительно стал не просто композитор, не просто дирижер своих сочинений, но действительно стал доносить публике музыку авторов, да, то есть можно сказать, что он первый индивидуальный дирижер — это Николай Рубинштейн. То есть на самом деле и манеры дирижирования были другие, и абсолютно другие методы, другие средства общения с публикой, другие средства общения с залом. Вот. И вот дирижерская палочка, которую мы сейчас с вами видим, да, вот такая, она на самом деле была, ну, характерна уже, наверное, для начала 19 века. Сперва в начале 19 века появились такие короткие деревянные палочки. Можете посмотреть, кстати. Пожалуйста. Вот. Но это уже современная палочка, она очень легкая, она облегченная, она удобная для дирижирования. Хочешь сказать экспекты патронов? Ей я сам дирижирую нашим оркестром, да. Для всех любителей Гарри Поттера, когда Григорович с палочкой, это очень занятно. Абсолютно верно, да. У меня много палочек, вот, заходите, выбирайте. Это отдаю вам. Учитесь музыкальной магии. Спасибо. Спасибо. Вот. Ну, надо сказать, что мы уже говорили, что вместо палочки, да, в начале был использован в 16 веке. Это батута такая железная, большая, ну, дубина, что, что, дубинка, прям такая полноценный инструмент, которым можно было отбивать ритм. На смену в 17 веке пришел смычок, ну, и вот уже непосредственно деревянная такая маленькая палочка появилась в начале 19 века. Ну, давайте с вами разберемся, почему же дирижеров называют маэстро? Как вы думаете, вообще, что это за слово, что оно значит, и почему оно у нас сразу ассоциируется вот с руководителем оркестра? Ну, наверное, эстро, это какая-то эстрада, скорее всего, вот оттуда, я не знаю. А ма, ну, что ма? Мама. Это мать эстрады. Честно говоря, у меня есть ощущение, что вот когда-то я знала определение прям слова маэстро, но не могу его насчет. А вот у меня есть ощущение, что больше нас спрашивать ни о чем не надо, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста. Да, на самом деле можно было остановиться на этом варианте. Ну, маэстро вообще просто в переводе со многих романских языков, ну, в том числе с итальянского, да, это означает мастер. Вот, и даже вот в итальянских консерваториях маэстро, это значит преподаватель, педагог. Ну, и очень часто, кстати, в европейских вузах можно услышать обращение к педагогу маэстро. Вот, то есть маэстро это мастер, да, руководитель. Маэстро это музыкант, который включает в себя огромный ряд обязанностей. Музыкант, который должен уметь, ну, абсолютно все и знать очень много. То есть не просто музыкант, который знает гриф скрипки, да, и у него там есть непосредственно свой репертуар, он знает техники игры. На скрипке нет. Дирижер должен знать все. Он должен знать каждый инструмент. Он должен симфонического оркестра и не только симфонического, потому что дирижер есть не только в симфоническом оркестре, но и в народном, в эстрадном. Дирижер должен знать все стили, все манеры исполнения. Дирижер должен уметь ответить вот музыканту из оркестра абсолютно любой вопрос касательно техники игры, касательно манеры исполнения, характера музыки. И это, на самом деле, определяет тот факт, что дирижер, в первую очередь, это профессия, сотканная из вот таких совокупностей нескольких дисциплин, да, это музыкант, который должен хорошо уметь играть партитуры по нотам, то есть, когда у вас не одна нотная строчка выписана, а несколько, да, может быть, там, более 70, например, нотных строчек, одновременно должен видеть дирижер, представляете? Вот в оркестре, да, у нас, допустим, 100 человек музыкантов, там, ну, некоторые партии повторяются, ну, это довольно большое умение, это довольно требует большой практики, на самом деле, да. И еще должен он знать не просто, где кто какую ноту играет, но и с какой динамикой, с какой подачей, да, с каким характером, в каком темпе, кто с кем взаимосвязан, какой инструмент нужно выделить, какой спрятать назад. Вот вы спросили, как маэстро расшифровывается, мы не отгадали, вот вы спросили, как магистр расшифровывается. Магистр? Как, вот спросите мне. А, хорошо, как расшифровывается магистр, Артем? Понятия не имею. Друзья, давайте сейчас прервемся на рекламу после среднего ночи. Неклассное чтение продолжается, и мы сегодня говорим о музыке, точнее, о работе дирижера. Выяснили, что такое маэстро, магистр практически выяснили. У нас незапланированный вопрос. Евгений, скажите, пожалуйста, вот такая мысль, а когда дирижер, он же управляет по-разному, иногда рукой, иногда палочкой, есть ли какая-то принципиальная разница или кому-то удобнее просто? Ну, на самом деле, это зависит, конечно же, от эстетики произведения. То есть, вы абсолютно правы, что манеры дирижирования, они абсолютно разные. И какому-то дирижеру удобнее работать руками. Как правило, это тот дирижер, который отучился в свое время на хоровика, то есть на дирижера хоровым исполнительством. И, как правило, все дирижеры хоровые дирижируют исключительно руками, потому что так легче пластик рук показать голосоведение, интонацию, так легче показать крещендо-димонендо. Палочка нужна скорее в тот момент, когда музыка действительно довольно ритмична, для того, чтобы показать очень-очень четко метр, для того, чтобы показать очень четко размер. Ну, метр имеется в виду темп музыки, да, то есть вот это нужно как раз в те моменты, когда задача сделать музыку очень-очень структурированно и очень четко. Это как раз касается симфонического оркестра. Но надо сказать, что вот, например, маэстро Тимирканов может управлять и огромным составом симфонического оркестра при помощи рук исключительно. Вообще манеры дириживания абсолютно разные. Вот, например, Валерий Гергиев, маэстро нашего Мариинского театра, очень часто использует очень короткую палочку, довольно, ну, то есть она действительно, ее практически не видно, это скорее нужно для эстетики. И руками тоже ярко жестикулируют, видно, что вот даже здесь на фотографии, то есть он управляет. Нет, рука работает всегда, даже если в одной руке палочка, это не значит, что вторую мы убираем. Нет, одной рукой мы показываем темп, размер, другой рукой показываем динамику, характер музыки. Это обычно так. Иногда, когда это какие-то тутины, то есть когда все инструменты играют, кульминационные места, обе руки могут показывать непосредственно крещендо или диминендо, то есть усиление динамики или, наоборот, ослабление динамики. Но маэстро Гергиев был не раз замечен даже при дирижировании просто с использованием обычной зубочистки. Причем это было как на репетициях, так и во время спектаклей. Ну, имеет право это... Мастер может все делать. Да, мастер своего дела. Хорош. А вот вы говорили про хоровых дирижеров. В чем принципиальное отличие дирижеров, которые управляют оркестром? Понятное дело, что они управляют оркестром, а другие людьми, но тем не менее. Есть ли еще какие-то отличия? Ну, на самом деле, отличий довольно много. Но это касается уже непосредственно узкой вот такой профилизации, потому что очень многие дирижеры, которые отучились на хоровых дирижеров, они действительно не могут управлять симфоническим оркестром. По какой причине? Ну, во-первых, далеко не всем известны все техники исполнения и все инструменты симфонического оркестра. Вы представьте, это нужно знать каждого инструмента диапазон, это нужно знать абсолютно выигрышные зоны звучания каждого инструмента, все способы извлечения звуков. Ну, то есть в хоровом ремесле это все-таки определенная инстанция. Что касается симфонического оркестра, методы и техники абсолютно другие. Хотя, как говорил вот Геннадий Рождественский, что лучшее звучание оркестра, это когда он подражает как раз пению. Но это правило работает, может быть, более в протяжной музыке, это правило работает более, ну, музыке вокального характера, да. Но когда идут действительно очень технические моменты, например, вот симфонии Бетховена, далеко не все хоровые дирижеры могут с оркестром исполнить. Как правило, это две разные специальности. Ну, Евгений, вот знаете... Но есть, извините, что переверну, есть люди, которые это совмещают. Да, это понятно. Я вот бы, например, мы часто говорим о теории, да, хотелось бы уже вот посмотреть, о чем мы говорим. Да, обязательно мы посмотрим. Я... Или вопросы задавать еще? Нет, нет, мы обязательно, я сегодня даже хотел показать с помощью дирижерской палочки несколько, несколько способов дирижирования, как можно показать сетку. Мы это сделаем чуть позже, ладно? Хорошо, тогда вопрос. Зрители должны понимать то, что показывает дирижер? А, безусловно, это не является неотъемлемой частью на концерте, то есть зритель может прийти даже просто на концерт и закрыть глаза, послушать музыку. Как я очень часто говорю, что слушать классическую музыку, да и вообще любую, может иногда даже стоить с закрытыми глазами для того, чтобы лучше проникнуться. Но, безусловно, дирижер влияет на эстетическое восприятие музыки. И есть абсолютно разные манеры дирижирования, абсолютно разные. Вот, кстати, вот один из примеров, когда дирижер играет на рояле и в этот момент еще дирижирует. То есть такое тоже есть, и, между прочим, и сам Моцар дирижировал своими концертами, и Бетховен тоже. То есть это в практике, это в практике. Я сейчас хочу попросить включить видео, вот как раз попросить включить видео исполнения родецкого марша Штрауса, вот, и посмотреть, как дирижер взаимодействует и с оркестром, и с публикой. Вот маленький кусочек такого венского, хорошего звучания венского филармонического оркестра. Какого сейчас венского? Филармонического оркестра. Венский филармонический оркестра. Филармонический оркестра венской филармонии. Ну, сейчас попробуем. Давайте тогда продолжим пока. Да, конечно, безусловно. Ну, на самом деле, что будет показано на этом видео? Значит, дирижер, с одной стороны, он работает с оркестром, но программа настолько отработана, настолько отточена, что дирижер может просто повернуться к залу, и зал будет, собственно, взаимодействовать вместе с исполнением музыки. Давайте посмотрим. Ну, я не знаю, получится ли у нас посмотреть или нет дело. Давайте, может быть, продолжим дальше, и если что, как только получится, как мы поймем, вернемся обязательно к этому. Да, конечно, безусловно. Я просто как раз хотел показать вам разные манеры дирижирования. Вот, если сейчас удобно, можно включить другое видео. Давайте попробуем. Можно включить. А давайте мы посмотрим то видео, которое у нас есть, и его прокомментируем. Вот, это, кстати, очень хорошая идея. Давайте сейчас так этим и займемся. Любое видео. Ну, вот здесь как раз дирижер взаимодействует вместе с хором, вместе с вокалистами, и вместе с оркестром использует только руки. Как вы видите, музыка довольно протяжная, но взмах дирижерский довольно широкий. Это, кстати, было Сверидов, исполнение как раз курские песни. И музыка, ну, довольно такого этнического, национального характера, да, если мы будем смотреть на дирижера, может показаться, что он дирижирует каким-то очень громким местом, да. То есть не всегда баланс между дирижером на сцене и между тем, что звучит, достигается. А вот давайте посмотрим, пожалуйста, следующее видео. Если я не ошибаюсь, это будет сейчас мастер-класс Гергиева в Потсдаме. Он будет показывать, как нужно дирижировать поэмы «Экстаза». «Экстаза» Это целый перформанс, мне кажется. Абсолютно верно. Причем это только репетиция. Представляете, что будет происходить в это время на сцене. И оркестр понимает. Ну, здесь что? Да, в первую очередь, это эмоция музыки. Дирижер должен действительно ее через себя пропевать. И Гергиев неоднозначно говорит об этом на своих мастер-классах. Он ездит по миру с мастер-классами, учит выдающихся талантливых, начинающих свой путь дирижеров. И говорит о том, что музыку нужно пропускать через себя. Только тогда возможен контакт между дирижером и исполнителем. Но сейчас хочу попросить включить абсолютно другую манеру исполнения. Давайте посмотрим, пожалуйста, «Спиваков». Народный артист России. Как вы видите, музыка не менее амбициозная, музыка не менее гротескная. Но дирижерские жесты довольно сдержаны. И причем звучит все тоже шикарно. И оркестр понимает дирижера. Но и смотреть тоже на это не менее приятно. То есть это вот абсолютно две разные манеры дирижирования. И я, честно говоря, советую слушателям, когда они приходят на концерты оркестровой музыки, если дирижер мешает восприятию музыки, либо не смотреть на него, либо просто закрыть глаза. Потому что самое главное, чтобы эта музыка звучала так, чтобы его понимал оркестр. Безусловно, очень здорово, когда дирижер гармонично дополняет звучание музыки своим поведением на сцене. Но это бывает далеко не всегда, особенно если это начинающий свой путь. Авторы, которые пытаются... Простите, начинающий свой путь дирижеры, маэстры, которые пытаются приукрасить своим поведением на сцене музыку. Которые прыгают, танцуют и так далее. Не всегда это нужно зрителю. Не всегда. Но многим это нравится. Вот. И если есть возможность, я бы все-таки хотел... Ну, давайте же после рекламы как раз, да, мы посмотрим фрагмент Штрауса, где японский дирижер как раз просто взаимодействует вместе со зрителем. Обязательно это сделаем. И я вот то, что... Знаешь, я о чем подумал? Что каждый, кто сейчас нас смотрит, он дирижер. Потому что он управляет с помощью пульта... Философская мысль о чем. Но уверен, что в этом случае человек откладывает пульт и наслаждается рекламой на нашем канале. Продолжаем неклассное чтение. И «Рояль в кустах» у нас было все это время лекции. Евгений, ну и сейчас он выстрелит, я так понимаю, через небольшую пазу. Что если не выстрелит, то, по крайней мере, прозвучит. Ну, я хотел бы начать все-таки вот этот блок как раз с видео «Настоящий дирижер», который называется. Это как раз исполнение марша Штрауса в Венском филармоническом оркестре. Давайте посмотрим взаимодействие дирижера, артистов на сцене и публике. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, это разрыв вообще. Актерская игра просто на уровне. И это самое главное, то, что нужно публике. Да, очень часто вот эти вот... На самом деле не могу сказать, что вальсы, вальсы, штраусы, вот, родецкий марш. Марш — это довольно сложное произведение для разучивания и дирижирования. Да, поразиленно в нем должна быть выдержанная, безусловно, эстетика классицизма. Но, но, я не могу сказать, что это сверхсложное произведение для разучивания. Оно легко играется и зрителям всегда воспринимается на ура. Почему? Потому что все эту музыку знают, все эту музыку подпевают. И, естественно, когда дирижер обращается к публике с просьбой поддержать, да, чтобы сделать исполнение еще более эффектным, ну, это всегда выглядит очень зрелищно и всегда очень классный интерактив. И публика, мне кажется, привлекает. Я не дирижирую такой музыкой, которую знает публика. Я дирижирую, как правило, музыкой собственного сочинения. Это новые, новые работы, которые только-только, да, появляются вот на музыкальной арене. И музыкой европейских современных композиторов, которые так или иначе в России не получили массовое исполнение еще. То есть я веду просветительскую деятельность своими концертами. Вот. Ну, хочу обратить сразу ваше внимание на дирижерские эмоции на сцене, да, иногда, и действительно, это искренние эмоции. То есть я не могу сказать, что это наиграно. Ну, насколько дирижеры входят в кураж, да, и абсолютно разная мимика, абсолютно разные поведения на сцене в зависимости от характера музыки. Но они ведь живут в этот момент на сцене, да, пропускают через себя все, конечно. Абсолютно верно. Вот еще один из вопросов, кстати, который был в социальных сетях, это должен ли дирижер уметь играть на музыкальном инструменте. Я отвечу, что это не обязательно, но, как правило, большинство дирижеров, они либо струнники, ну, то есть они либо играют на скрипке, ну, например, Сергей Стадлер, да, или Юрий Башмет на Альте, и дирижируют, и играют, или пианисты, вот, по своему образованию. Но это не обязательно. Это не обязательно, самое главное, знать теорию. А вот практика, ну, это уже как бы по желанию. Есть короткий вопрос. Сейчас смотрю на фотографии, думаю о том, что мы привыкли, что дирижер — это мужчина. Но женщины тоже бывают, насколько я понимаю. Абсолютно верно. Женщины-дирижеры тоже в послед... Ну, как в последнее время. Женщины-дирижеры — это очень специфические люди. Потому что оркестр очень часто не воспринимает их всерьез. Знаю это по личной практике. У меня супруга сама дирижер, но она дирижирует в основном хором, своими вокальными ансамблями. Но, тем не менее, есть несколько экземпляров, вот примеров. Например, Надя Буланже или Вероника Дударова. Очень, простите, Вероника Дударова. Очень выдающиеся дирижеры, женщины, которые знают весь мир. И действительно, они овладели вот этим пьедесталом. Или вот еще Алондра Делла Пара. Первая женщина-дирижер австралийского симфонического оркестра. То есть такое тоже в музыке встречается, и встречается все больше и больше. И в последнее время, ну вот, например, я преподавал в Харбинской консерватории в Китае, и там как раз симфоническим оркестром заведовала русская дирижер, девушка, причем довольно молодая, моего возраста, Виктория Добровольская. Мы с ней сделали много совместных проектов, и все прошло на ура. То есть, ну, она большой профессионал. Вот. Ну, я думаю, что пришло время перейти к практике непосредственно. Наконец-то, наконец-то. Поэтому я вам раздам сейчас по дирижерской палочке. Это мы что-нибудь будем делать? Да. Какая вам больше нравится? Я попробую сейчас показать вам самое простое. Итак, вы меня спросили. Обратите внимание, как нас с Мариной Далей Палыч. Обратите, какие. Смотрите. И что бы это значило? Это моя, да. На самом деле, это по удобству. Палочки абсолютно разной длины, абсолютно разного материала. Да, по ассоциациям. Мы все поняли. Вот. Ну, эти палочки облегчены, им очень удобно дирижировать. Значит, самый главный принцип дирижирования. А можно я вот сюда немножко сейчас встану, чтобы было... Пожалуйста. Да, давайте. Значит, самый главный принцип дирижирования – это то, что у нас первая доля, самая основная доля в музыке должна быть вниз. Давайте попробуем сделать просто движение вниз. Вот. Это для музыканта ориентир. Даже если он потерялся, ага, первая доля. Давайте еще раз, пожалуйста. И если рука наверх, эта доля слабая. Соответственно, если музыка вся на две четверти, раз, два, раз, два, то первая доля идет вниз. Давайте попробуем. Раз, два. Смотрите. Да, два внизу. Раз. Два наверх. Два. Раз, точка внизу. Раз. Два, точка. Вот. Не так просто, это как кажется, да? Раз. Это всего лишь две четверти. Палки-то много. Давайте попробуйте, пожалуйста, вы сейчас это продирижировать, а я постараюсь под вас в вашем темпе сыграть. Вы даже можете менять темп, я постараюсь адаптироваться. Давайте одна Марина будет. Давайте, давайте. Отлично, отлично. Так, я готов. Вы готовы? Да. Я точно готова. Раз. Ну, давайте вы начинаете, пожалуйста. И. Раз, два. А теперь попробуйте поделать это быстро. Смотрите, не я должен зависеть от вас, точнее, не вы должны зависеть от меня, а я должен зависеть от вас. Я пытаюсь вами управлять, но это сложно. Делайте, делайте, я просто пойду за вами. Евгений, вы попали. Показывайте, я иду за вами. Поехали. Попробуем. Он хочет второй рукой тоже что-то делать. Что-то у тебя лицо не проживает музыку. А теперь быстро попробуем. Привет, Евгений. Отлично. Замечательно. Очень хорошо. Спасибо большое. Ну, и еще один способ покажу. Он чуть-чуть посложнее. Добавляем еще одну долю. Если музыка у нас, например, вальс, не на две четверти, а на три, то у нас первая доля идет по традиции вниз. Вторую уводим в сторону направо. Третья, да, вот вторая точка получается здесь справа. И третья наверху. Можно попросить вас попробовать? Итак, первая точка внизу. Вторую уводим направо, точка справа. Направо. Так, Артем, вы вводите автомобиль. И третья наверху. Еще раз. Треугольник. Абсолютно верно. Получается, вы рисуете треугольник. Вот это раз, два, три. Как изящно у тебя получается. Давайте попробуем что-нибудь сыграть. Артем, давайте теперь под вас. Поехали. Вот на этом моменте, Евгений, мне кажется, напрягся немного. Ну, конечно, как и любой музыкант, помимо того, что я должен хорошо знать свою партию, я должен быть в материале, я должен знать все техники игры на своем инструменте и знать, что я делаю в конкретный момент времени, я должен взаимодействовать с дирижером. У меня должен быть зрительский контакт с дирижером. Насколько долго учиться дирижированию, мне интересно. Вот я, кстати, по поводу этого хотел сказать. Недостаточно, что мы сейчас делаем. Профессия дирижер – это очень-очень особенная профессия. Я не могу сказать, что люди, которые учатся на дирижера, планируют большое богатое будущее. Это профессия не для заработка. Тут нужно быть либо первым, либо первым. И как сказал Геннадий Рождественский тоже, что очень просто быть плохим дирижером и как сложно быть дирижером хорошим. А как на это учиться? Вот давайте посмотрим, пожалуйста, всероссийский конкурс по дирижированию, где... Ну вот вы сейчас сами все увидите. Всероссийский конкурс по дирижированию, как обучается профессия дирижер. Не всегда же есть возможность использовать целый оркестр. Вы видите, используется всего лишь навсего два рояля. Представляете, как мало у дирижеров практики во время обучения, да? То есть, по сути, их обучение заканчивается вот экзаменом симфоническим оркестром. До этого только два рояля. Насколько сложна, насколько многогранна эта профессия, мы сегодня с вами узнали. И мы сегодня поняли, да, что дирижер – это действительно маэстр, который должен разбираться в музыке абсолютно во всем. Спасибо большое. Спасибо большое. Евгений Григорович был с нами музыкант. Спасибо. Артем, ну, надирижируем с тобой конец в неклассном чтении, наверное. Надирижируем конец, а еще рядом прямо сейчас надирижируем Сергея Курбана. Оп, смотрите, бам! Спасибо.